Демографическая ситуация на Кубани и рассмотрение законопроекта о введении административной ответственности за склонение женщин к аборту, такие вопросы были рассмотрены в Законодательном собрании Краснодарского края при участии представителей профильных комитетов и ведомств, министерств, общественности, профессиональных врачей и духовенства. В совещании принял участие руководитель Эпархиального отдела религиозного образования и катехизации Протерей Александр Игнатов. Профильные ведомства привели статистику снижения рождаемости в Краснодарском крае. На сегодняшний день вопрос выхода из неблагоприятной демографической ситуации в нашем регионе стоит довольно остро. Согласно официальных данных правительства Российской Федерации, так называемая демографическая альяна достигнет в 2028 году, то есть через 5 лет. И это будет время, ну, математический расчет совместно с Минздравом, когда женщинам фертильного возраста Российской Федерации будет минимальное количество рожденных детей. Колоссальный риск, потому что на сегодняшний день это, опять же, позиция общефедеральная. Основным тормозом развития экономики и социальной сферы России является нехватка рабочих рук. Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года признает одной из причин низкого уровня рождаемости – высокое число абортов. Паисий Святогорец Афонский сказал такие замечательные слова. Когда государственный закон не запрещает аборты, тогда последствия ложатся на каждого гражданина. Вот остановившись на строке, я хочу сказать, я лично чувствую свою вину и ответственность за то, что происходит у нас, пока это законодательно разрешено. Поэтому, когда государственный закон не запрещает аборты, тогда последствия ложатся на каждого из нас и всех здесь присутствующих. Потому что Бог наказывает весь народ. И дальше. Но когда выходит закон, запрещающий аборты, тогда наказание подвергается только лицо, которое согрешает. Конец цитаты. Вот в этой связи я хочу, чтобы все мы почувствовали некую непросто присутственность здесь, а ответственность перед Богом, что Бог дает жизнь, человек не вправе ее останавливать. В России по официальным данным ежегодно производится более 500 тысяч абортов. В среднем это один аборт в минуту. Но официальная статистика учитывает только хирургическое прерывание беременности. Статистики по абортам объективные не существуют. Хотя потому, что у нас есть государственная служба медицинского сопровождения, есть частные клиники, в которых совершается бесчисленное количество абортов, неучтенных. И поэтому они в статистику не попадают. А потому доверять каким-то цифрам достаточно объективно возможности не представляется. Официальная статистика не учитывает показатели по медикаментозным абортам. 75% которых приходится на частные клиники. Эти данные привел подключившийся в онлайн формате отец Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Батюшка привел статистику абортов в России и указал, что снижение показателя является причиной увеличения числа медикаментозных прерываний беременности. С этим мнением согласно эксперт комитета законодательного собрания по вопросам здравоохранения. То, что касается прерывания беременности, на мой взгляд, мы, наверное, не то чтобы рекламируем, но тем не менее, говоря о медицинских абортах в плане медикаментозного прерывания беременности, вот здесь допустили оплошность, потому как в сознании нашего населения появилась такая мысль, что это безопасно, что это безопасно, а пропаганда должна быть иной, медицинский аборт, какой бы вид, каким бы способом он ни производился, это действительно катастрофа, и в этой части работу именно, прежде всего, пропаганду проводить необходимо, но только не делая акцент на том, что медикаментозное прерывание беременности способствует сохранению репродуктивного здоровья женщин. Все то, что касается частных клиник, на мой взгляд, здесь у нас есть такой достаточно огромный пропаган, и лично не должна идти только статистики, ведь Министерство здравоохранения любого субъекта выдает лицензию частной клиники, и на этом заканчиваются его пропаги, к сожалению. И вот здесь нам очень нужна поддержка законодателей, прежде всего, потому, что пациент платит денежные средства в кассу частной организации, частная организация перечисляет налоги и соблюдает в этой части законодательства, но государство совершенно не контролирует те медицинские услуги, которые оказываются в частной организации, не только статистически. Кроме того, частные клиники не представляют статистику, поэтому данных по количеству абортов, совершаемых в этих медицинских учреждениях, нет. О том, что аборт – это зло для здоровья женщины, аборт имеет свои отрицательные последствия. К сожалению, частные клиники лишены, я бы так сказала, в кавычках этого счастья оформлять эти формы статистические. По моему разумению, по мнению моих коллег, это не вполне правильно. Для того, чтобы обладать статистикой и абеллировать ее, мы должны охватывать все лицинские организации единообразными формами сотрудничества. И, видя всю эту статистику, принимать, естественно, уже те компетентные меры, которые могут повлиять на ситуацию. В ходе заседания многие высказались против абортов, но были и те, которые способны не увидеть в этом проблему, а скорее защищать обратную сторону и придерживаться прерывания жизни младенца до рождения. Предложения не запретить, а хотя бы ограничить аборты на законодательном уровне вызывают резкую реакцию некоторых чиновников и представителей общественности. Что касается медицинских абортов, это очень сложная тема, это очень болезненная тема. Но Советский Союз имеет практику. В 1936 году Совет народных комиссаров принял решение о заблете абортов и обведении уголовной ответственности врачам, которые производили эту операцию. В 1954 году вынуждены были отказаться от уголовной ответственности, а в 1955 году отменили, ввиду высочайшей подпольной смертности женщин сертельного периода. Поэтому здесь надо не запретами решать, здесь надо разъяснений решать. Видимо, профессор забыла или не помнит, что в православной христианской России аборты всегда были запрещены. Да, они производились, но это расценивалось как преступление, как нарушение заповеди Бога. А в 1920 году Советская Россия стала первой страной в мире, узаконившей право женщин на аборт, сделав эту процедуру не только как приемлемое, а даже как желательное явление. Потому что новая власть уже не предполагала традиций, которые сохранили дореволюционная Россия. А в упомянутые годы решение об аборте принимала специальная комиссия, и основывалось оно на огромном комплексе мер поддержки. Между тем, смертность от абортов была высока всегда, потому как эта процедура опасна для здоровья и жизни женщины. Детельные меры мы ничего не достигнем. Посмотрите, 86-й год антиалкогольная компания к чему привела? Она не привела к уменьшению употребления алкоголя. Она привела к тому, что люди стали пить сурроган, травиться и погибать. То же самое ограничение на аборты вовлечет то же самое. Это будут криминальные аборты, гараж, квартира, на улице. Станислав Владимирович, как владелец одной из крупных частных клиник Краснодара, имеет желание защищать ее. Так если аборты экономически невыгодны частным клиникам, тем более, почему бы не отказаться от них? Но ведь запретили же в 2009 году игровой бизнес в России. И в подполье он не ушел. Широкой сети нелегальных казино в России сейчас не наблюдается. Нашлись приглашенные из числа молодежи, видимо, представители феминистских движений. Аборт, называть вписанным, это неверный факт. Потому что это противоречит Уголому кодексу Российской Федерации, это право на защиту. По мнению этой выступающей, жизнь ребенка начинается только с рождения. Но, тем не менее, жизнь младенца остается жизнью, и прерывание беременности – это прерывание жизни. Какие вопросы? А начало жизни, когда сердце начинает свою работу в человеке? Жизнь, она начинается с момента прерождения. Видимо, это пора юного взросления и несерьезного отношения к жизни младенца. Кто бы какие мнения не использовал, ребенок остается ребенком, а беременная – уже мама. И задача – сохранять жизнь и бороться за жизнь каждого малыша в утробе мамы. В то время как медицина с помощью современных технологий визуализирует процесс формирования ребенка, как же можно говорить, что жизнь малыша начинается после рождения? Как же он после этого не человек? И как же является тяжелым грехом убийства нерожденного ребенка? Научно установленным фактом является то, что индивидуальная человеческая жизнь начинается при зачатии. Об этом свидетельствует документ заключения кафедры эмбриологии биологического факультета университета имени Ломоносова. Новый человеческий организм не может считаться частью тела матери. Его нельзя уподобить органу или части органа материнского организма. Поэтому очевидно, что аборт на любом сроке беременности является намеренным прекращением жизни человека как биологического индивидуума. Вот она жизнь. И поэтому ее прерывание всегда ошибка, всегда грех, который потом отразится на дальнейшей жизни человека.